Афанасьев Борис Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, директор НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раиса Михайловна Горбачёвой, Санкт-Петербургского медицинского государственного университета и заслуженный врач Российской Федерации. Борис Владимирович, здравствуйте. 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 Нас сейчас смотрят специалисты различных направлений, включая и врачей первичного звена. Я хотела бы, чтобы Вы нам рассказали немного о последних тенденциях, я не очень люблю это слово, но вот направлениях в лечении, а в частности о клеточной и фармакологической иммунотерапии, злокачественных образований у детей. Что сейчас актуально? Ну, во-первых, сама проблема, злокачественные заболевания у детей, она очень-очень актуальна. Поскольку это одна из главных причин, приводящих к серьезным последствиям, неудачам и так далее. Иногда к самым грустным. За последние годы сделаны очень большие успехи. И излечиваемость при некоторых заболеваниях достигает 80-90%. Но, к сожалению, при многих опухолях, злокачественных, имеется определенная группа, которая резистентна к стандартным методам терапии. А именно химиотерапия, хирургия и лучевая терапия. И таких больных очень много. Увеличивать интенсивность дозы препаратов или лучевых воздействий невозможно. Поскольку мы находимся за пределами, и перейти за этот предел мы не можем, будет большое количество токсических освощений. Если сказать об идеальной терапии, то идеальная терапия должна быть эффективная, малотоксичная. Она должна приводить к выздоровлению и к хорошему качеству жизни. А длительность жизни этих пациентов, детей, должна быть сравнима с длительностью жизни общей популяции. И вот за последние годы, вот это пожелание нашей мечты становится реальностью. Поскольку появились новые методы терапии. Прежде всего, это иммунотерапия и таргетная терапия. Зачастую это одно и то же. Поэтому основные тенденции и надежды связаны, на мой взгляд, вот именно с этими методами иммуно- и таргетная терапия. То есть целевая терапия злокачественного образования не только у детей, но и у взрослых. Чем эти методы отличаются друг от друга? Вы имеете в виду, чем иммунотерапия, а таргетная терапия? Да. Ну, таргетная терапия, уже априори понятно, что она действует на определенную молекулу, на определенный белок, на определенные клетки. Раковые клетки. Но и не действует на здоровые клетки. То есть это высоко специфичная терапия. Иммунотерапия зачастую тоже бывает таргетная. Она высоко специфичная терапия. Но иногда она не несет какого-то такого химиотерапевтического начала. Это абсолютно такая вот клеточная терапия зачастую бывает. Но они друг на друга иногда. Они соприкасаются. Иногда это одно и то же. И вообще они должны идти вместе. Поскольку иммунотерапия должна быть направленной, то есть тоже таргетной. В первом включении сегодня мы говорили с Денисом Юрьевичем Качановым по поводу того, что в среднем выживаемость детей в крупных российских центрах, в общем-то, не сильно отстает от международных цифр. В определенном нозологии. Насколько доступны препараты, ну не препараты, а методы клеточной иммунотерапии в России по сравнению с международными возможностями? Я бы сказал, что результаты терапии за качество заболеваний у детей в России за последние годы резко и резко улучшились. И там, где есть все возможности, она абсолютно не отличается от лучших показателей в других странах. Я думаю, что главная проблема сейчас нашей детской онкологии и гематологии, как и вообще медицины, заключается в том, что необходимо сделать эти методы доступными для любого пациента, для любого ребенка, проживающего в любой части Российской Федерации. Потому что в медицине не может быть централизации какой-то или каких-то различий между центром и периферией. Страна должна быть абсолютно одинаковой в плане доступности терапии. Тем более, если речь идет о детях. Вот это вот отличие. Хотя я должен сказать, что многие самые новые методы терапии, иммунотерапии, таргетной терапии, за последние пять лет у нас в стране значительно все улучшилось. И по некоторым показателям эти методы могут быть использованы для лечения любого ребенка. Но для этого его ребенка необходимо перевести в один из крупных федеральных центров. Как Вы думаете, с чем связано такое улучшение? Появляется больше препаратов или появляется больше финансов для того, чтобы эти препараты были закуплены? Или может быть организация как-то поменялась, регистрация? Я думаю, что это связано со многими факторами. Ну, во-первых, постоянно совершенствуется организация российского здравоохранения. Во-вторых, все-таки финансовые возможности, они значительно улучшились. Вы знаете, что национальную программу по борьбе со злокачественными заболеваниями на химиотерапию выделены огромные деньги. Я думаю, что финансовая ситуация будет благополучной. Возникает вопрос о другом. Как оптимально использовать это? Потому что само по себе финансирование, доступность препаратов не означает, что все это будет использовано оптимальным образом. Поэтому здесь нужно относиться очень осторожно и использовать по показаниям. Поэтому здесь возрастает роль квалификации специалистов в различных частях России. По некоторым вопросам есть отставание. Если говорить о доступности, то иммунотерапия, таргетная терапия, такая как трансплантация костного мозга, это тоже иммунотерапия. Это использование новых препаратов, моноклональных антител, это тоже иммунотерапия. И это использование нового вида лекарств, ингибиторов так называемых иммуноконтрольных точек. Я думаю, что это самое выдающееся событие за последние годы. Авторы этой работы получили в 2018 году Нобелевскую премию. И это касается всех больных, многих больных со злокачественными заболеваниями. Это миллионы больных. И, конечно, развитие таких высокоэффективных методов лечения для таких резистентных больных, к которым относится так называемая карти-терапия, что у нас сейчас тоже, я думаю, в ближайшее время будет доступно, поскольку в Москве, в центре имени Димы Рогачева, этот метод очень эффективно разрабатывается. И мы ждем окончания клинических исследований, для того, чтобы этот метод был внедрен в другие регионы. А как Вы считаете, мы говорили о доступности, как Вы считаете, правильнее все усилия, в том числе средства, в том числе финансы, пустить на усиление региональных центров? Или проще организовать правильно маршрутизацию пациента из регионов в центральные, в большие центры? Это очень сложный вопрос. Думаю, что направить усилия и сделать региональные самые такие вот маленькие центры высокотехнологичными, это не имеет смысла. Во многих странах высокотехнологичные виды лечения проводятся в крупных центрах. У нас тоже есть похожая классификация. На Западе, например, в Норвегии. Четыре уровня. Последний уровень, это четвертый уровень, это университетские высокотехнологичные клиники, где проводятся все виды терапии для всех жителей этой страны. Наша страна очень большая. Я думаю, что нам нужно идти по пути больших стран и постараться сделать так, чтобы, по крайней мере, в каждом федеральном округе был бы высокотехнологичный центр. Чтобы центры были не только в Москве, в Петербурге или Екатеринбурге, но в каждом федеральном округе. То есть здесь разумный баланс централизации и децентрализации. То есть очень сложно в детей все-таки лучше направлять в большие центры, имеющие опыт, да? Да. Да? И возможности. И возможности. Но ни в коем случае не в 2-3-4 города. Россия большая страна. Таких высокотехнологичных центров должно быть больше. Спасибо. И, наверное, завершающий вопрос по поводу пациентских организаций. Насколько вам помогает взаимодействие с ними, взаимодействие с фондами, или иногда это мешает работе профессиональных врачей и специалистов? Помощь со стороны фондов или пациентских организаций иногда трактуют как какой-то плохой показатель, как недостатки медицины. Это абсолютно неправильно. В самых богатых странах, включая Соединенные Штаты, помощь богателям фондов и пациентских организаций очень-очень большая. Более того, чем богаче, чем развитие страна, тем вот эта благотворительность и помощь со стороны пациентских организаций, она более очевидна. Поэтому невозможно переоценить роль благотворительных фондов и организаций. Они должны идти вместе с Министерством здравоохранения. Они помогают. Хотя иногда бывают какие-то спорные вопросы, дискуссии. Но я думаю, их при желании очень легко решить. Я за то, чтобы было сотрудничество между благотворительными организациями, пациентскими организациями, государственными учреждениями. Если говорить о нашем институте, университете, то нам очень-очень фонды помогают и пациентские организации. Им будет большая благодарность. Они вам помогают методически, финансово или помогают выстроить вот эту связь между цепочкой, между родителями, пациентами маленькими и государственными вашими центром? Фонды помогают финансами, поддерживают, насколько это возможно. Пациентские организации улучшают общую ситуацию, общий климат, помогают в взаимодействии с пациентами, помогают решать некоторые сложные проблемы. То есть, их деятельность такая многогранная. И мы очень ценим это. И раньше говорили так, нет более несчастных родителей, чем родители больных детей с лейкозом и другими заболеваниями. Сейчас, конечно, это большая травма, это большая проблема. Но при взаимодействии специалист, родители и ребенок эти проблемы сглаживаются. И здесь еще очень важна реабилитация и социальная, и психологическая, и физическая, и так далее. Спасибо большое, Борис Владимирович. Вам спасибо большое. Борис Владимирович. Спасибо большое.